Звучит музыка Это все березовка просто его воспитала Обрати внимание на то, что сегодня профессор Туманкин пришел в компанию очаровательной Да-да-да, я один Сделавший прическу профессора Ёлкиной и Голкиной, все верно? Привет Здравствуйте, профессор Ты такая общительная только, что я была, застеснялась? Она просто не дослушала, где отдыхал профессор Полимеркин Так-так-так, а где он там? Про Полимеркин я не знаю, я Туманкин Спасибо Как твои дела? Сейчас ты с делами уже выяснил Хорошо Хорошо, видишь, она... Она взяла руки в зажигалке малышкой и говорит Все хорошо у меня Главное, волосы мне не подпадут, хорошо? Они найдут вообще язык Итак, у нас на столе аспирин, горелка и... Колпак Колпак, да Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать восточный таинственный эксперимент Профессор, скажите, как называется эксперимент? Змеи Чьи змеи? Египетские Египетские змеи Египетские змеи Как сказал бы папа из ворот Какая у нас профессор такая веселая Да, очень веселый профессор А теперь мы с вами возвращаемся в тот режим, который мы с вами делали Давай, присяду вот так сниму Да? Это удобно? А-а Вот, друзья Двоя зажигалка Что нужно для этого будет сделать? Для того, чтобы египетская змея появилась на свет Нам необходимо несколько всего лишь ингредиентов Аккуратно Это сухое горючее У нас будет в виде вот такой вот таблеточки Которую чуть кто-то погрыз, да? Да, это профессор у нас проверял на вкус Да, я так поняла А, и, профессор, сейчас мне нужно Будет проверять на вкус Мы уже их проверили Ты пропитал чем-то это сухое горючее? Почему так? Возторг Знаешь, валерьянка как... Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мha Вкусно было? Вкусно? Было вкусно Но будет еще сейчас вкуснее Теперь мы... Что детей не кормленных приводите? Теперь мы берем стоп Остановите Остановите Что это за таблетки? Профессор Остановите туманки Но надо выйти Практически Туманки надо выйти Мы берем сейчас, поджигаем, это горючее, вот эту таблетку. Наконец-то. Для чего вы меня спросите? Для того, чтобы появилась египетская змея. Египетская змея у нас появится чуть позже. О, как пахнет. От этого есть хотела представлять. Волнуюсь. Волнуюсь. Давно не был на эфире. Да, давно. А теперь, для того, чтобы змея появилась... Ай-яй-яй-яй-яй. Согласен. Ай-яй-яй. Нужно теперь поместить вот эти наши таблеточки. А что за таблетки? Волшебные, да, Кита? Не расскажу, какие таблеточки. Их нужно поместить вот сюда. Друг на друга? Сейчас смотрит миллионный город. Сейчас все кинутся в аптечки и будут любые таблетки жать. Сейчас же... Вот поэтому и не скажу. А сейчас надо закрыть колпак? Нет. Нет, мне нравится, нет. Вот, нужно сейчас взять, будет поближе, чтобы понять, как это весь процесс происходит. Возьмите, пожалуйста, поближе, дорогой оператор. Вот, и смотрите, вы сейчас сможете... Вот тебе, пожалуйста, поближе. Фу, как лезет, глупенькая. Змея. Это продолжение. Фу, как лезет глупенькая змея. Осторожно. Вот она пошла уже. И вот сейчас как раз вы наблюдаете весь этот процесс, когда у нас из простых таблеток... Появляется змея. Змея, дуть не надо. Вы же хотели, чтобы она большая была. Она маленькая тогда будет, профессор. Она вот такая гигантская. Вы же говорили, хотите увидеть анаконду. Вот сейчас давайте будем ждать несколько дней. Что это? С вами ждите, сколько анаконду. Да. А этот колпак... Да не, не дуй, малышка. Нам нужно будет для того, чтобы как раз... Не дуй, малышка. Крошка. Не дуй. Нужно будет для того, чтобы как раз у нас и огонь перестал гореть. Потому что у нас, когда мы накроем, он может долго гореть, он может долго у нас гореть, но... А до каких пор змея будет появляться? Она будет у нас появляться до тех пор, пока у нас будет гореть сама таблетка. Это может быть около там, может быть, пяти минут. А почему нельзя гореть, что это таблетка? Ну, потому что тогда это же без профессора все будут делать, правильно, Антон? Как мы это предупреждали. Эксперименты, которые у нас связаны, тем более, с огнем, они уже должны делаться присутствием. Можно быть под присмотром специальные люди, да, конечно. Либо профессора Туманкина, либо другие профессоров, да. Специальные подсматривающие люди. Все верно. Вот, собственно... Смотри, какая змея уже большая. А ты хотела задуть. Ну. Что? Не-не-нет. Не-не-нет. А теперь я предлагаю, смотри. Подожди, давай посмотрим, до каких пор она может появиться. Давай еще. Давайте назад. А вот ты боишься змея? Все, давай, закрывай, она уже ломается. Не хочу. А что поделать? Не надо, не надо. Это жизнь, суровая жизнь, учит Яна жизнь. А теперь все. Мы лишили кислорода... То есть у нас внутри, внутри, да, кислород у нас сгорел, соответственно, огонь у нас прекратился полыхаться, его не нужно задувать, его не нужно задувать, заливать, да. А продолжать. А нет, потому что кислород не догорел. Да. Вот и все. Вот, и то есть у нас там этот процесс ведь заканчивается. Почему, вот вы мне хотели спросить, почему называется фараоновые змеи, да? Да, вообще Египет, теперь говорим. Ну, просто это профессор, да. Ну, Египет, фараон, это все так концептуальненько, да. На что похоже? Множество существует версий, но чаще всего это не научные версии, потому что, ну, как научно объяснить, почему фараоновая змея называется, которая поджигает. Ну, никак, никак. Да, что настоящий профессор расчет, профессор Туманки. Так, я даже не уловила мысль, о чем вы говорили, потому что я тут... Мы потому что проговорим название фараоновых змеев. Тут, может, существует версия, но одна из таких, которых, ну, вроде бы, как бы придерживаются все такие профессора, как я, это о том, что вот пришли к фараону люди специальные. И решили доказать то, что их власть, она могущественнее, чем его. Кинули ему обыкновенную металлическую, какой-то жезл, и он превратился в змею. В ответ на то, что там кинули просто настоящих змей, ну, и та змея, которая была из жезла, она поела всех остальных змей, но все равно фараон понял, что ему справятся с этими людьми. Ну, в общем, запутанная история, это все написано еще и какие-то библейские штуки есть. Но, скажу вам так... Господи, я хотел бы вернуть это время назад, чтобы не слышать эту историю. А что вы химическое? Какая химическая реакция? Нет, здесь очень она сложная, потому что гидроксид у нас с аллокальца, да, он превращается у нас в оксид, да. Поэтому очень сложно. Могу написать формулу, но я думаю, навряд ли. Дорогие наши маленькие любознательные и взрослые любознательные, эта реакция была гидроксид, превращающийся в оксид, поэтому фараона кинули жезл, и он с большой змеей всех съел. Профессор Звездунов, как всегда, все подробно и понятно объяснил прекрасной своей эмоцией. Благодарим профессора Туманкина, он же Сергей Гисич, который сегодня показал нам все возможности горящих таблеток. Ну и, конечно, его спутницу, маленькую такую хитренькую... Ёлкину-иголкину. Ёлкину-иголкину, да, которая улыбалась нам в эфире и ушла куда-то, убежала. Куда убежала? Давай, рукой всем помашем. Хоу. Хоу. Хеллоу. Хеллоу, в том числе, мы обращаем к нашему Алексею Вербицкому, который находится на прямых включениях, и он обещал, что заберется на крышу. Алексей.